Девятиклассник Стас со всех ног мчался по школьному коридору, чтобы успеть купить в столовой дешевую булочку и пообедать. Мелочи у него были под расчет, и он расталкивал локтями стоящих перед ним учеников, которые нагло загораживали ему путь. – Куда ты лезешь, лузер? Цепкая женская рука больно ухватила его за плечо, впиваясь ухоженными ногтями, и силой оттолкнула назад. – Алло, очередь для кого? – Парень встретился с давящим взглядом одноклассницы Ульяны, что не взлюбило новенького нищего с первого дня его появления в школе. Семья Стаса жила очень бедно. Он носил старые поношенные вещи, но был уверен в себе и имел пытливый ум, за который не раз получал похвалу от удивленных учителей. Девушку этот нищий зазнайка неимоверно раздражал. Ее отец был не последним человеком в городе. Свой бизнес, влиятельные друзья, куча недвижимости во владении, шикарный дом и красавица-жена. Улья привыкла, что все внимание сосредоточено на ней, а появление Стаса взбудоражило классы средней школы. Любимым делом девушки стало дразнить одноклассника и прилюдно его унижать. Она находила особое удовольствие в том, чтобы смущать его и настраивать других людей против парня. – Отвали, дай пройти, – ответил Стас и попробовал вновь прорваться вперед. Но тут за него взялись одноклассники-хулиганы и опрокинули на пол. Жалкая мелочь рассыпалась по полу. – Ой, кажется, сегодня кто-то останется без обеда, – детским голосом проговорила Ульяна, привлекая к себе все больше внимания. – На, возьми, – она швырнула в лицо ненавистному однокласснику сто рублей. – Ты за такие деньги маму родную продашь, бери, пока дают. Толпа школьников дружно рассмеялась, выкрикивая уничижительные высказывания в адрес несчастного парня, чьи плечи согнулись под тяжестью всеобщего равнодушия. Стасу было сложно в новой школе. Он не чувствовал себя своим и понимал, его здесь не примут. Каждый день, проведенный в стенах учебного заведения, казался ему невыносимым. Терпеть Улю Стас уже не мог, его до слез обижали ее слова и действия. Самым печальным было то, что ее все поддерживали и воспринимали нового одноклассника как игрушку, которую можно попинать ради забавы. Но бить девушек он не мог, поэтому приходилось отвлекаться на учебу и забывать о проблемах. В город парень с сестрой и матерью перебрался из деревни, где жизнь уже много лет назад замерла на одном месте. Семья больше не хотела там прозябать, а Наталья желала своим детям лучшей жизни, вот и решилась на переезд. Отец семейства умер шесть лет назад. Он был умелым трактористом, уважаемым человеком в деревне, но онкология не щадит никого. Она отобрала у семьи кормильца. Так Наташа, Стас и Яна оказались в городе. Они сняли домик на окраине города и стали налаживать быт. Район не самый благоприятный, но выбора не было. Парень сразу нашел себе подработку, устроился грузчиком в небольшой магазин неподалеку. Работа была нелегкой, но несколько сотен рублей несли прибавку к семейному бюджету. Мать устроилась уборщицей, поэтому сильно выматывалась, а Стас как старший ребенок старался во всем ей помогать. Его новой жизни не позавидуешь, но, несмотря на все проблемы, парень не поддавался на провокации Ульяны и не брал ее денег. Часто ему приходилось сталкиваться с мальчишками, у которых чесались кулаки. Они думали, что Стас – легкая жертва, раз он не спорит с Улей. Но им парень не позволял над собой насмехаться. Несколько драк, из которых он выходил победителем, научили хулиганов, что к новенькому лучше не соваться, – иначе уходить придется с позором. От души Нус Тас находил на уроках алгебры, физики и информатики. Большинство его одноклассников испытывали трудности по этим предметам, но только не он. Учителя восхищались одаренным учеником и всячески наставляли его, отправляя на школьные олимпиады, помогали найти единомышленников. – Сынок, я так тобой горжусь, – лепетала счастливая Наталья, когда видела оценки своего ребенка. Она целовала Стаса в лоб и обнимала. – Ты моя умница, моя надежда. Женщина радовалась успехам сына, ведь он стал лучшим в классе. Но из-за вечного дефицита денег в семье, старой одежды и других взглядов на жизнь Стасу не удалось добиться уважения в классе. Он часто завидовал тем глупым одноклассникам, которые шли в ногу со временем и выглядели современно. На них обращали внимание, о них шептались, девушки им отправляли любовные записки. А он был одинок. В классе все знали, что Наталья работала уборщицей. Это обсуждалось даже родителями на собрании. Многие возмущались, что женщина задерживала оплату при сборах средств на нужды класса или подарки учителям. А все потому, что ее зарплата была небольшой, да и долги нужно было раздать. Однажды вечером между матерью и сыном произошел серьезный разговор. – Я же сказал, не пойду, зачем зря тратить деньги? – возмущался Стас, не желавший обсуждать свои истинные желания по поводу присутствия на выпускном вечере. – Ты не должен думать о деньгах, – уговаривала его Наташа. – Я найду их, и мы купим тебе замечательный костюм. Я хочу, чтобы ты тоже отдыхал и веселился. Это же школьный бал, там будут танцы, концерт. – Это бесполезное занятие, мне это не интересно, – повторял парень. – К тому же все они вырядятся, а я все равно не дотяну до их уровня. Меня там никто не любит. Какое удовольствие в том, чтобы весь вечер подпирать стенки в зале. С тех неприятных и горьких школьных событий прошло почти десять лет. С тех пор жизнь Стаса и его одноклассников сильно изменилась. Для семьи Ульяны настало не самое благоприятное время. Ее отец тяжело заболел и скончался. Ее мать, которая всегда радовала глаз на светских приемах, оказалась совершенно далека от ведения бизнеса. Женщина могла лишь тратить заработанные супругом капиталы, поэтому ее правление в компании было недолгим. После нескольких неудачных сделок фирма обанкротилась. Улья была вне себя от гнева и отчаяния. – Мама, за что ты так со мной? Неужели у вас с отцом не было никакого плана для подобного случая, почему вы об этом не позаботились? Да я же никогда не работала и не собиралась, а теперь ты хочешь, чтобы я потрачила? – кричала девушка в истерике. От одной мысли, что ей придется перед кем-то отчитываться и считать деньги, она приходила в ужас. – Милая, ну что я могу поделать? Твой папа был нашей единственной надеждой. Я ничего не умею и теперь убедилась в этом. – Если ты ничем не займешься, нам придется распрощаться с домом и снимать жилье. – едва не плакала женщина. Ульяне пришлось устроиться секретаршей в торговую фирму. Она получила работу только благодаря репутации своего покойного отца, но не вполне оправдала ожидания начальства. Юрий Денисович, 54-летний директор фирмы, стал для девушки главной целью, ей надоело выслушивать упреки капризного руководства, которое желало, чтобы она работала сверхурочно и не роптала. Поэтому Улья решила, что у нее есть куда более полезные таланты. Юрий был идеальным кандидатом на роль того, кто обеспечил ей финансовую независимость. Разведенный, бездетный, лысеющий мужчина был угнетен каждодневными проблемами на работе. Он не верил, что когда-то вырвется из этого круга забот, что в его жизни еще возможно счастье и приключения. Юрий смирился с тем, что так будет продолжаться до самой старости. Но искренне, как он думал, влюбленность молодой красавицы помогла ему вновь поверить в себя и в том, что он еще представляет интерес для женщин. – Ты такой надежный, умный, – шептала Юрий и Ульяна, – надеясь скорее добиться свадьбы и не выслуживаться перед всеми, кто пытался помыкать ее в компании. – Ни один профессионал с тобой не сравнится. Я многих повидала в отцовской ферме. Мне порой так его не хватает, а ты мне его напоминаешь. Папа всегда обо мне заботился, и рядом с тобой я чувствую себя маленькой девочкой. – А я вновь ощущаю себя мальчишкой, влюбленным до безумия. Ради тебя я готов свернуть горы, – признался опьяневший от счастья мужчина, не видя подвоха в действиях молодой любовницы. – Скоро мы поженимся, и все будут завидовать нашему счастью. Представляю лица своих партнеров, когда они увидят нас вместе. Ты всех сведешь с ума, моя радость. Ульяна вновь ощутила вкус роскошной жизни. Каждый вечер с супругом она ужинала в шикарном ресторане, отдыхала на курортах, водила личный автомобиль. Теперь она снова не заботилась о том, сколько спустила на мастеров индустрии красоты. Но вскоре сказочной жизни Ули пришел конец. Однажды она застала Юрия совершенно разбитым и пьяным в его офисе. – Дорогой, что случилось, тебе плохо? – женщина тут же подлетела к нему и заглянула во глаза. Мужчина рассверепел и столкнул со стола какие-то папки, рамку с фотографией и стакан с виски. – Владелец фирмы, этот идиот назначил на мое место какого-то юнца, сказал, что мои методы устарели, что я не показываю нужный результат, что нужно давать дорогу молодым. Столько лет коту под хвост, а я ведь пожертвовал первым браком ради этой должности. Лицо Ульяны выражало неподдельный ужас. Ее прекрасной жизни грозился прийти конец, ей совершенно не хотелось верить новостям. – Мой лев, ни один зеленый специалист, только что окончивший вуз с тобой не сравнится, – попыталась она утешить раскисшего мужа, чтобы тот настоял на сохранении за собой директорского кресла. – Ты ведь ветеран в этом бизнесе, ты его за поезд заткнешь. – Это какой-то новоселов, Стас, в жизни о нем не слышал, и где они его откопали? Услышав имя одноклассника, над которым издевалась в школьные годы, женщина опустилась в кресло. Несмотря на негодование супругов, Юрия сместили с должности. Его жена в течение месяца наблюдала за тем, как мужчина заливал свое горе алкоголем. Теперь он был обычным менеджером с небольшим заработком. Ульяна понимала, муж теперь бесполезен, к тому же стар. Дальше держаться за него не было нужды. Отчаянные времена требовали отчаянных действий, и женщина решилась на встречу со Стасом с глазу на глаз. После смещения Юрия ее уволили, потому что она не появлялась на работе, а по уши влюбленный супруг делал за нее все отчеты и начислял зарплату. Никто не смел обращаться с Улей, словно с ненужной вещью. Поэтому она решила взять свое. Ведь ее внешность и хитрости раньше позволяли ей оставаться на плаву. Для встречи с новым директором она подобрала откровенный наряд, надеясь его соблазнить. Ведь женщина знала, что он не женат, а власть в начале карьеры погубила ни одного самонадеянного мужчину. Все они спешат произвести впечатление, стоит какой-нибудь красотке появиться у них на пути. Ульяна надеялась влюбить Стаса в себя и вновь разбогатеть. – Стас, рада тебя видеть, – пропела она, ворвавшись в кабинет мужчины, не слушая протеста секретаря. – Костюм тебе к лицу, ты в нем такой солидный. – Здравствуйте, Ульяна, вы по делу? У меня встреча через полчаса, не могу уделить вам время. – ответил он деловым тоном, складывая в кожаный портфель папки с документами. – Зачем ты так? Я ведь по старой дружбе зашла. Неудивительно, что ты так высоко взлетел. – В школе ты был тем еще умником. – Вы пришли поговорить о прошлом? Стас вопросительно посмотрел на женщину, которая подошла к его столу и присела на самый краешек, закинув ногу на ногу. – Удели мне всего пять минут, мне нужна твоя помощь, – капризно заявила она, похлопав глазами с пышными ресницами. – У меня есть некоторые трудности с работой, а ты теперь большой начальник. Не оставь девушку в беде, помоги, а? Возможно, ты слышал, мой отец умер, мы с мамой теперь на мели, а она часто болеет. Вся надежда на меня, но я не привыкла к тяжелой работе, посмотри на меня. Уля взяла Стаса за руку. – Я не самый хороший человек, но я в трудном положении, я способна на что угодно ради работы. – Почему бы не помочь? – Помогу, конечно. Но в данный момент все вакансии заняты. Фирме нужна только уборщица. Пойдешь? – ответил мужчина с милой улыбкой, видя перемену в нахальном выражении лица Ульяны. Она сползла со стола, понимая, что ее старания не возымели эффекта. Стас не купится. Глаза женщины наполнились слезами. Все, к чему она стремилась, рухнуло. Она ничего не может сама. Она только использует других, надеется на их труд. Она – паразит. Все свои силы и юность Уля потратила на праздную жизнь, не заботясь о том, что в будущем беззаботность может рухнуть, и она останется один на один с реальностью. Зря она несерьезно относилась к учебе, зря издевалась над людьми, ведь теперь никто не будет к ней добр. Никому нет дела до жалкой обанкротившейся тусовщицы, которой без влиятельного отца ничего из себя не представляет. Зато Стас, в школьные годы казавшийся ей пустым местом, бедняком без будущего, окончил вуз с красным дипломом и добился небывалых для своих лет высот. Уля была опозорена. Она быстрым шагом поспешила к выходу из кабинета мужчины, но он окликнул ее, когда она уже взялась за ручку двери. – Постой, все-таки у меня кое-что для тебя есть. Женщина обернулась с надеждой в глазах. Стас достал бумажник из кармана пиджака и вытащил на стол купюру в сто рублей. Уля побледнела и скривилась, выбегая наружу, где на нее уставилось множество пороглас работников фирмы. Им была хорошо знакома ухоженная девица, окрутившая прежнего директора. – Какой же ты мерзавец! – закричала она, шагая мимо удивленных сотрудников. – Я возвращаю тебе долг, – пожал плечами Стас, видя, как сгорбилась Ульяна от смеха и шепота наблюдавших за ней людей. – Зря ты отказалась. Хорошее предложение. С тех пор Стас забыл об Уле. Он успешно справлялся с обязанностями директора и заслужил уважение своих подчиненных. Мужчина устраивал выезды на природу всем офисом, совместные ужины для сближения сотрудников. Распорядился о сооружении стенда с фотоснимками с этих мероприятий. Во время одного такого отдыха за городом Стас познакомился с Анастасией. Девушка не могла разобраться, как установить палатку, и он ей помог. Общие интересы и ценности быстро сблизили знакомых, и уже через восемь месяцев Наталья готовилась к свадьбе сына. Через десять лет успешному бизнесмену, счастливому семьянину и отцу троих детей Стасу пришло приглашение на встречу одноклассников. Там он снова встретился с Ульяной и едва ее узнал. Жизнь женщину сильно потрепала. Она так и не нашла в себе силы, чтобы получить достойное образование. Своей печали она заглушала алкоголем и жила на зарплату вокзальной уборщицы. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. А чтобы узнавать о выходе новых интересных историй, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго!